Более 30 студентов Самарской области стали участниками 8-го российско-китайского форума «Волга-Янзы». А один из них, Никита Кривошеев из Самарского университета, представляет свой проект через онлайн-конференцию. Главная идея проекта – выпуск приложения, которое поможет российским производителям подбирать детали китайского изготовления, полностью соответствующим по характеристикам компонентам, которых больше нет на российском рынке. Каталог сами компании присылают, то есть те, кто желают быть с ним, потому что это в первую очередь еще популяризация компаний китайских, которые выходят на наш новый рынок, и для них это хорошая возможность выйти в Россию. Со своим проектом Никита выступает на молодежном форуме в сессии «Цифровая экономика». Также представлены направления «Предпринимательство и создание бизнеса» и «Культура и туризм». Студенты двух стран расскажут о своих научных исследованиях, которые помогут укрепить связи между государствами. Каждый год форум проходит по разным образовательным направлениям. Студенты России и Китая презентовывают свои проекты и в дальнейшем могут взаимодействовать между собой по реализации этих проектов в межкультурной области. Это напрямую общение с другими ребятами из Китая, с такими же, как мы, студентами, представителями молодежи, которые занимаются наукой, которые занимаются культурным развитием своей страны. И мы, думаю, можем быть друг другу полезны, в том числе по проектам, которые у нас есть и которые сегодня будут представлены. Форум является одним из самых значимых и масштабных событий в сфере молодежной государственной политики двух стран. В нем принимают участие студенты из регионов ПФО и провинции, расположенных у верхнего и среднего течения реки Янцзы. Считаю, что российско-китайский молодежный форум в условиях напряженной геополитической обстановки в мире это проявление взаимного уважения народов наших стран, что всецело отражает позицию лидеров наших государств. Председатель Си Цзиньпин отметил, что молодежь – это будущее страны, и от них зависит развитие китайско-российских отношений. Молодые люди берут на себя важную миссию по сохранению дружбы между народами и содействию общему развитию двух стран. Форум пройдет в два дня. В перерывах между выступлениями студентов участникам покажут лучшие фотографии, сделанные в рамках проекта «Мое видение страны», и творческие номера российских и китайских коллективов. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.